Нам стал показ в театре «Сфера» – одно из древнейших мистерий Ирана. На сцене практически нет декораций, тусклый свет. Артисты подчеркнуто пронзительно грустны. Это Тазии, буквально оплакивание траур – средневековая иранская мистерия. Как вид сценического искусства Тазия возник в Иране в X веке. Сюжеты основаны на событиях сражений внука пророка Мухаммеда и маму Хосейна с воинами Халифа Язида, который отошел от пути истинного ислама и стал тираном. Раньше эти сцены ежегодно разыгрывались только под открытым небом, а с конца XVIII века специально для Тазии начали строить театры. Это единственное театральное действие даже в исламском мире, которые имеют вот такое деревнейшее корни в нашей культуре иранской. И поскольку это как ритуальные действия до сих пор сохраняется, эта традиция, это имеет огромное значение. Разгадать сюжет не так просто. Мистерия соткана и символов, и знаков. Зеленый цвет надежды, веры, ислама у положительных героев. В красный цвет крови одеты сторонники тирана Язида. Здесь все имеет символическое значение. Например, взгляд сквозь пальцы – предвидение будущего. А если человек делает один круг по сцене, значит, он перешел из одного города в другой. А вот Таз с водой – это река Фарата. В Тазии явления уникальные. На сцене исключительно мужчины. Режиссеру представления нет. Есть так называемые художественные руководители оплакивания. Нет и постоянной труппы. Артисты и музыканты здесь непрофессиональны. К примеру, Мухаммад Бахшинио – таксист. Остальные – врачи, учителя, рабочие. Тазии не преподают в учебных заведениях. Это искусство передается только из поколения в поколение. Я этому учусь уже с пяти лет. Сначала играл детей, затем подростков, теперь стариков. Этот иранский синтез, речитатива вокала и инструментальной музыки оказал огромное влияние на Европейский театр 20 века. Особенно на режиссерские эксперименты Питера Брука и концепцию бедного театра Ежи Гротовского. В 2010 году Тазии внесли в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Аля Шерифун, Алексей Акимов, Новости культуры.